Вот здесь можно творить чудеса, вот здесь в каждом саду, вот тут кругом сады, 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 сады вот кругом. И даже там, где сейчас жгут траву, тоже сад, но яблони были уничтожены всеми соседями, своими руками. Ох, как научились калечить деревья, спасибо за науку. Вот, кстати, возглавляет эта Тимирязевская академия, научила своих этих выпускников калечить, теперь тебя учат всю Россию. Но это мы уже проходили. И подумал я, что же делать-то дальше-то. Ведь в каждом саду, ладно, яблони уничтожили, потому что пришел бактериальный рак, образ и название, ненаучное, неофициальное. Вот, просто так звучит страшно. Бактериальный рак. Не черный рак. Безобиднейшее создание на свете, еще раз повторю, уже который рад. Вот, где мне тут яблони найти вам поближе, да желательно взрослую. Вот, сейчас. У меня когда сад сожгли, там было больше полутора тысячи яблони в промышленном саду на острове. И вот сожгли мотоциклисты. Вот, а здесь уже все было, видите, абрикосы, абрикосы, абрикосы. Уже дачный участок. Вот, здесь все было занято. А с острова меня выжили, эти ребята, так. И я оказался, как, я прикупил за сто тысяч кусочек, за двести тысяч кусочек, за миллион, солидный кусок, потом за полмиллиона, и получается, что так, как землю не давали, моему сыну кукиш показали в Шушенском, кругом земля зарастает этими, самая, уже большими соснами. Вот, и получилось так, что я потратил своих два миллиона, вот, уже для экспериментов. Сад промышленный сожжен, доходов никаких, 51 год выхожу на пенсию, когда мне стало 56, сожгли сад. Вот, и теперь я чистый, стопроцентный, кто? Селекционер. Вот так вот. Ну, концы с концами сводим. Представьте себе, что вот это вот венгерка, а на ней плоды 50-граммовые венгерки, вот эти вот. Помните, что такое венгерка? Вот такое вот образование. Кусноты необыкновенные. Вот такие вот. Только сейчас мы отошли от того дерева, которое давало плоды, вот он, абрикос, за 120 граммов. Я его называю бывший академик. Сейчас он стал круглый, и на академика совершенно не похож. Явно совершенно новый сорт получился. Вот. И таких у меня расплылись еще десятки абрикосовых. Десяток, полтора академиков. Все разные. Я их называю клоны железа, и их уже номеровать пора. Вот таким образом. Посмотрите на эту черешню. Посмотрите, настоящая черешня. А знаете, почему так густо? Знаете, почему здесь рядом груша растет? Места нет, вашу мать. Вот между ними метр. И вынуждены это все терпеть. И тут же волочная вишня, и вот еще волочная вишня. А вон китайская слива. Поворачиваемся. Груши. Посмотрите, расстояние между грушами. По полтора-два метра. Вот. Вон черешни, вон они. Ну вот обратимся еще внимание. Это же чудо. Это Сибирь. У меня-то климат практически не отличается от сибирского, красноярского. Практически. А на один-полтора градуса средне-зимнее. Это что, большая разница? Но я вырастил эти черешни. Смог же. Я смог продвинуть черешни бодно сюда. Более холодный климат. В черепшках аномальный теплый климат. Посмотрите. Ну, это ли не чудо в Сибири? Мы даже это можем. Мы можем персики. Пусть тут не самые главные персики. Смотрите. Мы все можем. Смотрите внимательно. Видели? Позавчера ученым срезал. Вот, видите, это я им отрезал веточку. Не жалко, когда человек приезжает за тысячу километров. Ученый, парень молодой, Максим, поучится. У меня у любителя, у фермера. И не стесняется, что приехал учиться, что видел мои сотни этих самых фильмов. Вот он, персик, пожалуйста. Вот. Королева сада. Слива сувенир Востока. Видите, как все густо. Вот. А это супер слива стартовая. У нее плоды до 100 грамм. Вот. Понятно, да? А вот это все густо, густо, густо. Вот. Тут же груша. Тут еще груша. Тут бывший питомничек волочных вишен. Сергей все никак продать не может. Потому что ни черта не покупают. Хотя раньше вишне были у нас в каждом саду. А потом интерес упал. А в других краях даже не знают, что это такое. Вот. А вот чернослив, полюбуйтесь. Настоящий чернослив. Настоящий не бывает. Вкус изумительнейший. Его даже не передать. У меня только в двух случаях. Я говорил, как? Меня спрашивали. Я говорю, шелковицу будете покупать? А что это такое? Я говорю, шелковица. Да? А какой у меня вкус? Я придумал новый термин. Знаете, какой вкус у шелковицы слаще поцелуя. Правда? И вот такой же вкус слаще поцелуя в этой вот чернослива. Здорово, да? Вот. Здесь груша. Вот. Вот она. Вкуснючая груша. В метре, в метре от нее. Яблоня. Вот. Какая яблоня еще замечательная. Я угощал гостей. Им понравилось. Они набрались целой ведерко таких яблок. Ну, потому что яблоки задержались. Вот они. Видите? Задержались. Ну, это последний. Уже лень было собирать. Вот. Кстати, паршаные яблони. Видели? Это я нашел несколько причин, подкуда берется вот это вот. А то вы думали, грибы напали. Нет, не так. Вот она росла. Вот. Сейчас показать, где тут плодушка. Вот тут была плодушка. Вот. Видите? Вот от нее пятнышко. Это значит отломалось. Допустим, это она росла. Вот. Допустим. Я официально показываю. И в этом месте, обратите внимание, где пятно, где парша. Она была примерно вот так. И там, где листик закрывал и не попадал в солнечный луч, там портилась кора. И только когда кора испортилась и стала, эта кора стала неживой, вот эта поверхность омертвела, вот тогда на нее села парша. И ни в чем не виновата. И опрыскивать дерево не надо. И дальше не пойдет. Вот я причину назвал. Вот. Внимание. Вот. Видите? Вон она ранка. Это, правда, я наугад взял яблочко, но специально взял с паршой. Вот она ранка. Вот так вот было. И там, где листиком прикрыто, я таких видел в случаях сотни, вот там, где не доставало это солнце, вот там-то и образуется, вот тут начинается порча. Вот. Эх, господи, сколько у нас этого дури, когда она заставляет. Покажи это же самое, дерево с такими яблоками. Тут же хватает это самое, мешки, вокзал отходит. Тут же бегите в эту самую, покупайте все, весь набор. Да еще 10, 10-12 наименований яда химикатов перечислят в своей статье. А потом смотришь ниже, купите это, это, это. Ради чего? Придумали тысячу причин, там, где дерево подходить нельзя, даже в сторону дышать нельзя. Даже по этой, я вот хожу по этим листам, даже это преступление. Потому что мы давим эту, ну, правда, не сильно, но все равно. Даже желательно этого не делать. Когда выпадет снег, я как вспоминаю этих фей, которые устроили эти самые половецкие пляски. Нетронутый снег. Сад. Какой сад? Зимний. Вот. Лежит снег. Нет, сейчас мы займемся снегозадержанием. Вы можете представить, как можно вытоптать вот это все, снег вот на такой площади. В нормальном саду, в котором 10, там, 20 деревьев. Нет, они становятся, как маленькую едку, изображают музыку, не помню, была или нет. И давай их плясать, топтать. Они фильм сняли, сюжет сняли. А люди-то начнут этот самый снежный нас, снежную защиту. Уже все уничтожается. Вот эти листья надо убрать. Вот это все перекопать, все, все перекопать. Вот. Залить водой. Что такое залить водой? Подзимний полив. Даже еще и раньше советуют поливать. Еще и листь не упал, уже советуют поливать. А потом дерево перестает сбрасывать листья. Караул. Ему нужно эту же воду убрать оттуда, выпарить, чтобы у них корни не гнили-то. Вот чем думают? Видите, сколько я наговорил, пока ходил по саду. Вот так, друзья. Пусть это будет небольшой мой вклад. В общее дело. Одна беда, просмотра мало. Не потому, что там уже отменена монетизация. Ни я, ни мои оппоненты, никто не зарабатывает ни копейки. Ну, зачем они в сотнях тысяч экземпляров, как бы образно говорить, размножают вот эту вот ненавистническую к деревьям технологию? Вот. Якобы на дерево. Нет ни этого дерева, у которого правильная крона. Все до единого деревья надо искалечить. Все до единого на планете. Ну, да ладно. Разговорился, разволновался. На этом буду заканчивать. Вот. Все, друзья. До свидания. Как назвать этот фильм? Последний поклон. Но я помирать не собираюсь. Сейчас, знаете, вот это вот. У меня тут он остановится сам через две минуты. Вот эти две минуты я посвящаю Манджушкам на реку. Десять дней я разбиваю орехи торчком, ставя их на этот, на чурбан. Вот. Оказывается, прекрасно колятся. Оказывается, вот эти орехи. Сорок лет почти я не обращал внимания. Вот этот Манджурский орех. Сорок лет я не обращал внимания. Представляете? И не это... Пробовал колоть когда-то. Ну, разбивал в дребезги. Опыта не было. Никто не посоветовал. А сейчас я собрал каждый, каждый, каждый. Он на соседей их там еще. Ведер 15 еще лежит. А они ему цену не знают. Я у них купил три ведра. Уже для чего? Да для того, чтобы самому уже их просто кушать. И эти 10 дней у меня душевный подъем. Господи, пока я хожу, как я с удовольствием сейчас схвачу топор, носу колоть дрова. Сейчас я потопчу. Может, наступлю на орех. Но я тщательно собрал. Свои, каждый. Я же их продаю по 30 рублей штучка. Опа, нашел. Вот он, видите? Ау! А нет, показалось. Значит, это единичный случай. Вот он. Пока была зеленая кожура, ее можно было настоять на водке и мазать больные ноги. Суставы. Вот, смотрите. Там ценнейшее. В 10 раз ценнее, чем орехом этого, грецкого. Вы можете съесть мешок грецких орехов. Потратить. Вот деньги-то там килограмм под 1000 рублей. Вот. Потратить огромные деньги. Здоровье не заметите. Я знаю, я в отпуске их ел килограммами. Приезжая с Новийской на юг. А вот это вот ценнейшая вещь. 10 дней подъем невероятнейший. Сам не верю, что такое. Нет, хочу верить, что это не совпадение. Что когда я начал есть мякоть с этих орехов, у меня такой подъем. Сейчас заканчиваю съемку, хватает опор. Мышцы играют. Сил девать некуда. За 10 дней рубки мышцы окрепли. Здорово. О, еще один. Ну, правда, поискать могу найти их еще, может быть, ну, десяток вряд ли. Ну, не вот. И даже вот эти два, что я нашел, я кладу в карман. Ценность их необычайнейшая. Ну, что, заканчивать будем. До свидания, друзья. До новых встреч. Я с вами не прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова